Мой препарат называется лунофорнип. Это тоже, как в случае и у Сони, тоже препарат от орфанной болезни. Он используется для уменьшения риска смерти от синдрома Хатчинсона-Гилфорда, которую также называют детской прогирией. Его структурную формулу мы видим на слайде. Его фармакокинетика. Информации не очень много, потому что и больных не очень много. Многоинформацию по фармакокинетике проверяют на здоровых людях. Поэтому даже не знаю, будет ли она совпадать с фармакокинетикой у больных на самом деле. Его максимальная концентрация в плазме достигает 32%. Информации о биодоступности нет. Объем распределения 87,8 литров. Связывается на 99% с белками плазмы в концентрациях от 0,5 до 40 микрограмм. Информации про клиренс тоже нет. Информация про метаболизм некоторая есть. Но опять-таки, вот мы видим на слайде изображен первый метаболит. Он тоже является активным, как и само лекарство. Так, теперь поговорим немного про болезнь. Синдром Хатчинсона-Гилфорда – это такое заболевание, которое возникает, когда у нас происходит мутация гена, который кодирует белок ламин А. При этом возникают определенные дефекты, которые проявляются как изменение в строении кожи, внутренних органов, и при этом возникает преждевременное старение организма. Дети, как правило, не доживают до 14 лет. Ну вот мы видим на слайде, я думаю, кто-то до их видел. Это больные прогерии, которые дожили до 17 лет. Вообще таких больных существует порядка 20 человек во всем мире, насколько я понял. Причина болезни, как я уже сказал, это мутация гена, который кодирует ламин А. Ламин – это такой белок, который входит в состав оболочки ядра. Причем у нас оболочка ядра состоит из белков ламин А, ламин Б, их там несколько, и ламина С. И ламин Б и ламин С, они выполняют структурную функцию, а ламин А, он связывает между собой белки ламин Б и ламин С. Когда у нас возникает какой-то дефект при синтезе этого белка ламин А, у нас не происходят определенные стадии, про которые чуть-чуть позже на следующем слайде расскажу, и при этом накапливается прогерин. Прогерин – это дефектный ламин А, он у нас встраивается в мембрану ядра и нарушает его строение. Теперь про то, что происходит. При нормальном синтезе ламина А у нас происходит сначала его форнизилирование, затем отщепляется аминокислотная последовательность ААХ, происходит метилирование карбокси-группы, и вместе эндопротеолиз происходит этого белка в процессинге, и у нас освобождается ламин, который не содержит форнизильные группы. А при синдроме Хатчисона и Гилфорда у нас отсутствует вот этот участок с 50 аминокислот, который мы тут видим, по которым у нас происходит этот протеолиз. И при этом протеолиза не происходит, поэтому у нас белок в конце процессинга остается с форнизильной группой и как бы встраивается в мембрану клетки, потому что форнизильная группа неполярная, сложная эфирная группа у нас тоже неполярная, и, в принципе, при этом это является причиной нарушения при этой болезни. Так, механизм действия этого препарата – это лунофорнип, у нас ингибитор форнизилтанцфераза. Ингибирование оно происходит за счет того, что у нас ликорский засип связывается в сайте связывания аминокислот, вот это СААХ, где С – это ацистеин, А – это любая алифатическая аминокислота, а Х – это метионин, серин или аланин. При этом Х-аминокислота, она у нас определяет селективность связывания. И на слайде изображена реакция, которую он ингибирует. Форнизилирование он происходит по СН-группе ацистеина. Так, вот мы видим кристаллографическое исследование, в котором наш препарат находится уже как бы в сайте связывания. Так, история создания. Изначально вообще этот препарат создавался как лекарство против рака, потому что ингибиторы форнизилтанцферазы, они рассматривались как лекарство против рака, потому что они ингибируют определенную стадию при синтезе распротеина. И он даже показывал противораковую активность, но в итоге оказалось, что он имеет какое-то влияние на прогирию. И тогда у нас появились в 2014 году первые публикации про то, что он увеличивает продолжительность жизни. В 2018-м было опубликовано исследование, при котором больным прогирии давали только ланофорник, и он действительно увеличивал их продолжительность жизни. И в 2020 году FDA одобрила ланофорник, дало ему статус орфанного лекарственного средства для лечения прогирии. Так, теперь мы поговорим про то, как были определены вообще лиды, которые изображены на этом слайде. Так, вот тут, если я буду неправ, поправьте меня чуть-чуть, пожалуйста. Значит, у нас есть такой метод, как SPRI, Surface Plasmon Resonance Image. Так, и когда-то ученые, я так понимаю, собрались и решили этим методом искать взаимодействие между белками, которые у нас помещают на пластинку, на которую нанесен тонкий слой золота, на котором иммобилизированы какие-то адекстраны, иммобилизированы на декстране, у нас находится белок. Вот. И получается, через эту пластинку пропускают поток лигандов, и при помощи вот этого лазера, при отклонении его, если у нас происходит связывание лиганда с белком, то у нас происходит отклонение этого луча лазера, и поэтому мы так детектируем. Вот. И таким образом искали, значит, лекарство, которое бы связывалось, ну, лиганд, который бы связывался с фронизилтрансферазой. И нашли, значит, вот такие вот три лидера. Их выделили уже, я не нашел более ранние этапы скрининга. Оказалось, что как бы, когда у нас имеется вот такой амидный фрагмент, то он имеет лучшие показатели, как мы видим. То есть AC50 у нас меньше, чем меньше у нас AC50, тем лучше. Вот. И начали его модифицировать. Значит, сначала попытались изменить заместник R, заместитель R на другие какие-то аллитические, ароматические. Оказалось, что если мы вводим какой-то алифатический заместитель, то у нас падает. Его AC50 значение повышается, значит, у нас лекарственное средство становится хуже. Вот. И пришли к тому, что надо вводить какой-то CH2-аривы. И самый лучший результат у нас показал CH2-перидин. Вот. Значит, начали модифицировать теперь эту трициклическую систему. Оказалось, что при ее разрывании у нас также становятся результаты хуже. И при изменении положения перидинового кольца тоже результат становится хуже. Вот. Поэтому решили остановиться на такой трициклической системе и таком заместителе. Так. Вот мы видим, это был как бы у нас первый удачный опыт. Мы видим его расположение тоже при кристаллографическом исследовании. Теперь начали модифицировать как-то кольцо перидиновое. Ввели заместитель некий R. Причем R это был у нас или протон, или фтор, или хлор, или бром, или метильная группа. Метильная группа показала лучшие результаты, но решили от метильной группы отказаться и выбрать бром. В пользу того, что бром у нас метаболитически стабильный, метильная группа будет метаболизироваться. И при этом не будет известно, ну как, не будет понятно, являются ли метаболиты биологически активными или нет. Так. Потом попробовали, как мы видим, здесь у нас присутствует везде ненасыщенная двойная связь. Поэтому попробовали эту ненасыщенную двойную связь убрать, превратить здесь, делать SP3-карбон. И сделали его, причем еще и херамином сразу. И гетероцикл поменялись. Пеперидинового на пирозиновый. Вот. И проверяли, значит, пеперозин, пеперидин и их R и S-ментиомеры. Вот. А, надо добавить, что почему тут эноксиды уже, хотя тут не было еще эноксида, потому что эноксид нас образуется как первый метаболит этого лекарственного средства. Поэтому решили сразу вводить эноксиды. Ну, в общем-то, оказалось, что где у нас S-стереоцентр, там у нас IC50 меньше. Вот. Значит, и пришли к двум структурам. Первая структура у нас содержала пиридин и эноксид, а вторая структура содержала пеперидиновый токовый мочевин. Сейчас, извините, секундочку. Так. Вот. Дальше решили добавить какие-то заместители в бензойное кольцо и проверить вообще, как это будет влиять на их активность. Так. Пришли к тому, что у нас лучшая активность, когда у нас заместитель в этом положении содержится. И в итоге, таким путем, модификации пришли к нашему лекарственному засобу. Вот его все показатели, которые есть на данный момент. Так. Теперь поговорим про синтез. Ну, в общем-то, я долго-долго влядывался в лекарственное средство, не мог понять, на что оно мне похоже. Пока не понял, что оно является очень похожим на лоротидин. Если кто знает, это противоаллергическое средство. И так и оказалось, что действительно его синтезировалось с лоротидином. Так. Ну, вот мы видим, на слайде у нас представлен сам синтез лоротидина. Сначала происходит у нас... С нейтрила мы получаем тридбутиламид такой. Потом посредством литирования мы вводим этот фрагмент. Элиминируем. Магниорганика присоединяем в пеперозиновое кольцо. Замыкаем это все в семичленную структуру. И снимаем метельную группу. И заменяем ее на карбамат. В одну стадию. Вот. Или очень похожий по своему... По принципу синтез. Однако тут мы замыкаем кольцо на этой стадии. А потом магниорганикой вводим элиминируем. Так. Теперь мы пришли к синтезу уже, который идет от лоротидина. Проводили исследование химическое. Оказалось, что у нас 3-фторацетил нитрат, он селективно нитрует перидин в третье положение. Причем не нитруется, а при этом бензольное кольцо. Вот. Поэтому мы 3-фторацетил нитратом вводим нитрогруппу в это положение. Восстанавливаем ее и диазитируем на бром. А потом нитрующей смесью мы вводим нитрогруппу уже в бензольное кольцо. Вот. Опять-таки восстанавливаем, бромируем, производим дезаминирование. Восстанавливаем дебалом. Получаем при этом 2 энантиомера, которые необходимо разделить. Значит, что я нашел, какую информацию про разделение я нашел? Ну, естественно, на стадии еще исследований разделение проводили при помощи хиральной хроматографии. Однако сейчас, насколько я понял, это вещество в виде соли эноцетилфенилоланина раскристаллизовывает просто. Вот. И потом вводят, посредством амидного каплинга вводят эту группу. Так, у меня все. Спасибо за внимание. Дякую. Ну, что ж, теж, в принципе, впорався с задачей. Якись коментарии от кого-то, че питания будут? Тут, я зрозумів, можливо, це питання на следующий раз не буду задавати, самі вже тоді підключайтеся. Пару, з моего боку, коментарів. Ну, фактично, знову ж таки, ви бачите орфанную хворобу, яка ще навіть більш рідкісна. І вирішення проблеми тут, на счастье, вдалося застосувати просто препарат, який розроблявся на іншу мішень. Ну, доволі поширена, насправді, ситуація, коли фактично, ну, і коли якийсь препарат, він не надто ефективний, можливо, як основна, так би мовити, його задача протиракова, але шукають тоді, як його можна застосувати ще. І, врешті-решт, знаходять якесь застосування іноді. Щодо самого дизайну, почали ми з поверхневого плазмонного резонансу, якщо ви пам'ятаєте. Знову ж таки, коли ми говорили про фрагментно орієнтований дизайн лікарських засобів, ми згадували цю технологію як один з способів скринінгу фрагментно, але він не лише для фрагментів використовується, це, взагалі, технологія, біофізичний такий метод скринінгу. До речі, в мене на каналі є лекція професора Камарова про цей метод, там він трошки детальніше розповідає про його біофімічність, засування доволі таки, ну, і не тільки, доволі таки потужний метод, от на сьогодні дослідження поверхні взагалі фізико-хімічні. В принципі, досить гарно, досить детально тут була розписана оптимізація, як ви бачили. От, до речі, чимось він нагадує той структуру, яку ми з вами розглядали в лекції про САР, власне кажучи, досить і деякі ідеї досить схожі з точки зору модифікації, тут фігурували теж, в принципі, розкриття циклів, тут вони, правда, не спрацювали. Добре, що, ну, в принципі, САР був розказаний так, як я би хотів його бачити, тобто раніше, минулого разу тут були деякі такі недоліки, зараз, в принципі, більш-менш те, що я хотів бачити, тобто фактично, що робилося, яка модифікація, навіщо вона робилася. Серед незначних помилок, які я помітив, це на самому початку, коли про фармаку кінетику говорилися, то там було сказано, концентрація 32%, я думаю, що це величина, це насправді і є біодоступність, тому що навряд чи концентрація сягає 32% крові цього препарату, це явно нонсенс. Я брав цю інформацію з протеіндатабанта, і там іменно отак і написано, що саму біодоступність не вимірювали, а там якось отак зав'єднували. Я думаю, що це якась величина пов'язана з біодоступністю, значить якась неповна біодоступність, наприклад, просто абсорбована частка, це може бути. Тобто без яких зарахувань цього. Ну просто якщо в нас концентрація дається в відсотках, то це явно якась частка речовини, яка потрапила в організм. Ну не може бути концентрація настільки високої, 32%, ви ж розумієте? От, якось так. Ну неважливо, в принципі це така деталь маленька. Зі в іншому, в принципі, начебто все добре. Варто було б також пару коментарів додати з приводу способу зв'язування, адже тут можна було б поговорити фактично про таку, як би мовити, щось схоже на фармакофорну модель. Тобто які там групи беруть участь у зв'язуванні, які за рахунок цього є явно важливими в структурі молекул. Ну, зокрема, там бідний карбоніл явно був безпосередньо задіяний в бодневих зв'язках. Можливо, ще якісь є важливі контакти. От, якщо ви маєте рентген, то, в принципі, рекомендую звертати на ці речі увагу, ну, тому що, по собі справи, це явно використовувалося під час САР. Ну, а так, в принципі, в мене більше коментарів немає. І давайте будемо переходити до наступної доклади.